Осенью 41-го года в Горьком создается чрезвычайный орган городской комитет обороны. Вся полнота не только военной, гражданской, но и судебной власти была сосредоточена у этого органа. Подчинение ему было беспрекословным, должно быть, и решал он различные вопросы взаимодействия, в том числе и промышленных предприятий. Документы о работе комитета обороны были рассекречены в 2015 году. Сегодня журналистам представлены впервые. Председателем чрезвычайного органа назначается Михаил Родионов. После войны его переведут работать в Москву. В 49-м арестуют по ленинградскому делу, в 50-м расстреляют. В первом заседании комитета в повестке дня 17. Вопросов один из них о выселении непрописанных в Горьком и Держинске граждан. На территорию нашей области по неполным подсчетам чуть не полторы тысячи немцы пытались загрузить диверсантов. Естественно, что львиная доля из них – это обычные советские граждане, которым не повезло в первые недели войны, которые попали в плен. И для того, чтобы как можно быстрее вернуться к своим, они давали согласие на обучение в этих диверсионных школах гитлеровских, их забрасывали сюда. Гитлеровцы прекрасно понимали, что львиная доля из них пойдет тут же сдаваться. На фоне вот этой массы легче было затеряться настоящим диверсантам. Поэтому одно из направлений работы – это выявление непрописанных элементов. Комитет обороны распоряжается о строительстве оборонительных рубежей, размещении детских домов, детей эвакуировали сюда из западных регионов страны, о строительстве ложных объектов, аэродромов с макетами самолетов из фанеры, о противовоздушной обороне. Одной из главных целей был как раз железнодорожный мост. Но немцам не удалось к нему даже приблизиться. Зенитные батареи, средства ПВО отгоняли немцев от моста, и поэтому немецкие бомбардировщики разворачивались над городом, и перед тем, как лечь на обратный курс, освобождались от бомб, сбрасывали на живые кварталы. В ноябре 43-го года городской комитет обороны расформирует документы этой эпохи, сегодня доступные в электронном виде на портале архива России.